вот друзья мои проехал я сегодня вот в таком вагоне испанский вагон это вот ходит значит поезд астана петропавловск его знаете вот неудобства сплошные то есть начиная вот с привычного нам значит стола то есть нету привычного нам стала когда опускается вот это значит вторая полка то есть на первом полке уже сидеть невозможно то есть голова упирается вот неудобства дает но все это знаете это все можно вытерпеть если бы не вот этот вот знаете вот туалет то есть туалет здесь вообще ужасный то есть не не в том что состояние там или что а в то что здесь очень узкое место понимаете да то есть нормального средний человек невозможно он он даже и не сядет сюда понимает он даже не поместится в этот туалет понимаете то есть если немножко даже полный человек то как ему ходить значит по большому куда ему ходить то есть дорога дальние видите мойка тоже абсолютно я не знаю для чего делали вот такие туалеты и вот до сих пор вот курсирует вот такой поезд до сих пор курсирует значит астана-петропавловск билет значит очень ужасно дорогой тальга это так называем видите как вот кто проектировал вот такую значит мойку посмотрите вот моя ладонь входит в одну мойку здесь обязательно можно забрызгаться понимаете вся как хочешь не хочешь ведь его у него даже тряпка потому что всегда хочешь ты не хочешь то есть я не знаю я считаю что министерство наши железные дороги должны убрать такие вагоны это же какое-то издевательство понимаете над людьми это целое издевательство то есть называется это вот видите двухместная св-класс но здесь вы стоит в класс то есть вид вид вагон что здесь такого випа что за что платить такие огромные деньги я бы хотел бы спросить у министра транспорта министра транспорта то есть уважаемый министр уберите пожалуйста такие вагоны в казахстане не должны курсировать казахстане вот такие вагоны это я разговаривал с проводником он говорит что это испанское производство такие вагоны что куплены на огромные деньги якобы и поэтому ее горит не снимут я грудь но мы же наверное игру должны понимать что если например полный человек придет и сядет зайдет в туалет он же не сможет здесь просто даже нужду справить вы понимаете в чем дело что полный человек если придет он не сможет посправить нужду тогда нужно как-то когда продаете билеты говорить об этом людям то есть предупреждать что туалет здесь маленький что понимаете мысль да потому что обычно сколько мы едем во времени 16 18 часов говорит мы в пути да то есть я считаю что такие вагоны надо убирать вернуть где купил это министерство наше в транспорт как вы со мной согласны я вас не снимаю что нужно вернуть эти вагоны поменять на нормальные вагоны что что нельзя вот да все жалуются да вот видите а вы жалуетесь на такой туалет вот есть даже мальчик жалуется потому что вы сами представляете а если полный человек сядет вагон что ему делать что ему не может не влезет ему чуть без собой ведро унитаз сова таскать но это смех и грех промежна смех нехороший такой смех правильный мальчик говорю я надо такой вагон убрать и пустить нормальные вагоны а то это еще называют я как билет сколько стоит остальные до петропавловск 9000 больше да даже больше ну среднем среднем 9000 то есть поэтому друзья мои когда вы будете собираться в поездку помните о том что есть вот такие вагоны которые до сих пор курсирует астана петропавловск и туалеты очень узкие очень невозможно там я вам показывал что вот это вип до вагон вид не это обычно обычно но я видел здесь вот тоже невозможно сесть когда верх не опускают голова упирается невозможно неудобно здесь правильно да я не знаю для кого такие вагоны создавались для карликов может но только не для людей нормальных может быть она и на бумаге красиво выглядела там на схеме да вот на на этом а в общем с вами был ярго ли подписывайтесь на мой канал пишите комментарии ставьте лайки что вы думаете про такие вагоны и про такие вот туалеты где невозможно невозможно значит это справлять нужду справлять нужду